Ни для кого не секрет, что существует нелегальный контент, или другими словами, пиратский. То есть это тот контент, который используется без разрешения автора или правообладателя. Так вот, сегодня поговорим о том, какая страна является лидером по просмотру пиратского контента, сколько зарабатывают пираты в России и что делать с нелегальным контентом. Всем привет, это Кинокухня, меня зовут Алексей, поехали! Есть такая фирма Муссо, это британская компания, специализирующаяся на охране авторских прав и борьбе с пиратством в интернете. Так вот, в начале 2024 года данные ребята выкатили отчет, возможность на несколько миллиардов долларов, в котором постарались собрать информацию за последние несколько лет. Из интересного, оказывается в 2023 году по всему миру пиратские сайты посетили более 141 миллиарда раз. Также на графике видно растущая динамика за последние 4 года, с 2019 до ковидного по 2023 год. Как по мне, это достаточно интересная динамика и, честно говоря, когда я готовил материалы, я даже не задумался об этом, но видно, что в 2020 году наблюдается какой-то даже сильный провал, хотя, казалось бы, это была пандемия и все ушли на изоляцию, кто-то, конечно же, самоизолировался. И все-таки мы стали потреблять контент явно в разы больше, но при этом на графике видно, что, наоборот, потребность в пиратском контенте, к примеру, очень даже сильно просела. Непонятно. Если вам тоже интересно, то напишите в комментариях, я сделаю отдельное видео с более подробным разбором этой темы. Что еще интересно? В отчете указано, что, несмотря на рост числа онлайн-кинотеатров, основным объектом пиратства остается ТВ-шоу и фильмы-сериалы. Это порядка 92% от всех посещений. Также отмечается, что возросло количество запросов на просмотр аниме и спортивные трансляции. О чем это говорит? Это говорит нам о том, что на сегодняшний день самым востребованным остается аудио-визуальный контент. Именно кино, фильмы, сериалы, ТВ-шоу, спортивные трансляции, аниме, мультфильмы, какие-нибудь анимации всякие разные и так далее и тому подобное. И это является очень четким триггером и проблемой именно для кинопроизводителей и телеканалов. Можно было бы так подумать, и я так подумал. Но на самом деле не все так однозначно. И поговорим мы еще об этом чуть-чуть попозже. А теперь предлагаю перейти к странам-лидерам по просмотру пиратского контента. Как вы думаете, какая страна является первой в этом списке? На самом деле, когда я узнал об этом, для меня это было даже неким шоком. Потому что я как-то никогда об этом не задумывался. И это даже очень сильно меня поразило. Так вот, лидером по просмотру пиратского контента является США. Да, именно так. На втором месте расположилась Индия, что в принципе неудивительно, поскольку она также является страной с самым большим количеством населения. Кстати, уровень пиратства в Индии вырос на 80% в годовом исчислении, что позволяет предположить, что в следующем году она будет лидером явным. Замыкает тройку Россия. У нас потребление пиратского контента даже снизилось. С чем я вас, конечно же, поздравляю. На четвертом месте Великобритания. Уровень потребления пиратского контента остался неизменным на уровне 3%. Хотя, мне кажется, они каким-то образом мухлют со статистикой и наверняка используют VPN и выходят через какую-нибудь другую страну. К примеру, ту же самую Индию. Вернемся к США. В США сложилась следующая проблема. Из-за огромного количества стримингов и контента, который на этих стримингах производится, потребителю необходимо подписываться на кучу разных сервисов. Это очень сильно бьет по карманам обычных американцев. Поэтому пользователи чаще всего используют пиратский сайт, на котором собран весь контент со всех площадок и тем самым экономят себе лишние доллары в кармане. Ну или платят кому-нибудь одному, ради того, чтобы совесть была хотя бы плюс-минус чиста. Теперь Индия. Там сложилась совсем другая проблема. Если 15 лет назад интернетом пользовалось около 5 миллионов человек, то на сегодняшний день это порядка 700 миллионов человек. То есть вы понимаете, что уровень развития и уровень подключения возможностей людей многократно выросли, что, естественно, является прямой зависимостью к использованию пиратских ресурсов. С Россией, я думаю, все понятно. Из-за того, что ушли какие-то западные проекты большие, платформы, люди вынуждены пользоваться пиратским контентом. И вот такой вот легкой подводкой мы перемещаемся в Россию. И давайте узнаем, что происходит с нелегальным контентом у нас в стране. Что касается России, тут мы будем ориентироваться на отчет, проведенный Интермедиа. Экономика культуры России 2018-2023 года. Это достаточно массивная таблица, поэтому мы воспользуемся более удобными графиками, созданными на основе этого отчета от РБК. Так, согласно отчету, доходы пиратов в России выросли по сравнению с 2022 годом на 70% или до 12 миллиардов рублей. При этом из графика видно, что никакая пандемия, никакой кризис на динамику увеличения доходов никаким образом не влияет. Что, естественно, сигнализирует о том, что стабильность использования пиратского контента в нашей стране постоянная, регулярная, несмотря ни на какие жизненные ситуации. При этом, если посмотреть на оборот легальных онлайн-театров, то здесь немножко другая картина. Опять же, если сравнивать эти данные с 2019 годом, то выручка онлайн-кинотеатров увеличилась вдвое и упала по сравнению с 2022 годом незначительно. Это все из-за того, что бум развития онлайн-кинотеатров в нашей стране пришелся на последние 5 лет. И наши платформы сразу же подхватили тенденцию по развитию собственного оригинального контента, который, конечно же, помог в 2022-2023 годах. И мы видим, что динамика и прибыль компании возрастает с каждым годом. Пускай даже и незначительно. Но это действительно очень хорошая тенденция. Напишите в комментариях, какой фильм или сериал вы посмотрели в прошлом году. Кстати, как вы думаете, какой самый популярный фильм был на пиратских сайтах в 2023 году? Аватар. Путь воды. На втором месте Стражи Галактики. Дальше идут Барби. И здесь меня больше всего радует пункт номер 6. Чебурашка. Да. Наш милый, добрый друг оказался в топе пиратских запросов. Это очень неожиданно и наверняка о чем-то говорит. Либо о том, что люди настолько не хотели идти и платить за этот контент, что они предпочли посмотреть его в пиратском качестве. При этом, наоборот, это может говорить о том, что он оказался настолько популярным, что, к примеру, родителям приходилось несколько раз включать его для своих детей. Что тоже вполне себе может быть. Какие выводы из всего вышесказанного можно сделать? Здесь я предлагаю обратиться снова к статье РБК, а именно к двум цитатам. Первое. Западное кино и музыка ушли из легального поля в нелегальное, потому что желание потребителя получать такой контент не исчезло, комментирует рост пиратства глава Интермедиа. Само по себе пиратство он называет полезным для мировых IT-монополий, поэтому ее эффективность борьбы с ним невысокая. Население приобретает технику, в первую очередь для получения доступа к творческому контенту, а затруднение этого доступа чревато спадом продаж и снижением капитализации, объясняет он. Что здесь можно добавить? Данную ситуацию мы сейчас наблюдаем в Индии. А то, что касается, к примеру, полезным для мировых IT-монополий, это имеется в виду то, что стриминги и площадки не могут задирать слишком большую цену на подписку или на какой-то другой контент. Потому что у пользователя есть всегда альтернатива, если он за что-то не готов платить, он сразу же идет и ищет, где дешевле или где это проще достать. Следующая цитата. Глава Telecom Daily Денис Кусков выделил два сегмента аудитории пиратских ресурсов. Первая принципиально не платит за открытый контент. Вторая ищет на пиратских ресурсах только тот контент, который в легальном поле не остался после ухода с западных платформ. Здесь, я думаю, тоже никаких сюрпризов нету. Действительно, наверняка, публика разделилась на два таких лагеря. Напишите в комментариях, к какой аудитории относитесь вы. И я очень надеюсь, что зритель моего канала, конечно же, относится ко второй категории. И завершающий вывод от Musso. Напомню, это фирма, с которой мы начали и которая подготовила большой отчет и которая сподвиг меня сделать это видео. Данные Musso способствуют реальной трансформации развлекательных компаний, чтобы по-настоящему понять, как их контент можно лучше позиционировать, лучше продавать и лучше адаптировать для широкой аудитории. Которая в настоящее время не удовлетворена легальными предложениями, считает основатель и генеральный директор компании. Напомню, их отчет называется «Возможность на несколько миллиардов долларов». Я не уверен, что пиратство можно использовать во благо. Как именно, поговорим об этом уже в другом видео. И на этой шокирующей ноте я заканчиваю. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!